Создать нового персонажа. Имя пускай будет Лео, фамилия Мантера, возраст 20 лет. Создаём давайте персонажа, нажимаем продолжить. Вот мы собственно и появились на вокзале, то самое место, откуда всё и начинается. Касаемо же нашего аккаунта, нажимаем М, далее меню персонажа, аккаунт максимально пустой, первого игрового уровня, всё что есть, так это на руках 1000 баксов. В интере также ничего нету, максимально, так скажем, пустышка. Прямо сейчас мы с вами посмотрим, как изменится жизнь данного аккаунта, если на него будет значена сумма в размере 1000 рублей на проекте GTA 5RP. Перед началом же просмотра данного видеоролика, другому другу, не забудь поставить лайк данному видеоролику, ну а также подписаться на мой канал. Всем желаю приятного просмотра. GTA 5RP донаты. Пополнение. При сумме пополнения на 1000 рублей мы по итогу получаем 1000 дипишек, то есть 1000 донат мне данного проекта. Получите скидку при пополнении, я так понимаю, чем больше ты пополняешь, тем больше сверху ты можешь получить. Если закидываешь 5000, получаешь на 15% больше, если 15, получаешь на 25% больше, а если от 100 тысяч рублей, то вообще вон на 50%. При выполнении сотни тысяч получаем 150, офигеть. Ну что-то мне подсказывает, что на этом проекте определённо есть такие люди, которые могут себе позволить занять такую крупную сумму денег, но это точно не я. Нажимаем М, далее меню персонажа, переходим в раздел магазин. Сумма пополнения. Так, вот 1000 рублей, перейти к оплате. Ой-ой-ой, ну погнали. Так, всё, по СБП быстренько оплатили. Ну что ж, укажите сумму для конвертации. Так, получается вводим 1000 дипи. Обменяв 1000 наших значных дипишек, мы можем получить 100 тысяч баксов. Но прежде чем я нажму конвертировать, давайте посмотрим, какие стартовые наборы есть на этом проекте. Так, ну слушайте, вот так вот немного подчекал все данные наборы. И вот как я считаю, на мой взгляд, самый выгодный, это вот набор авторитет, но также набор босс. Набор боссов вообще кайфовый, даёт 250 тысяч, пластину випку самую топовую на 30 дней, кэшбэком ещё 1000 дипишек, права на все виды транспортных средств, военный билет, лицензии на оружие, на лицензию на охоту, рыбалку, на бизнес, пятый уровень силы, кулинария, на также десятый уровень стрельбы. Офигеть. Но стоит, правда, он двойки немало. Если что, касаемо випки, она у нас уже есть. Для того, чтобы также получить бесплатную випку на 10 дней на свой аккаунт, необходимо зайти в меню персонажа, далее нажать на шестерёнку, приглашение, и вот здесь ввести реферальный мой код. Ривас. Ничего в принципе сложного. Нажимаете далее сохранить, и получаете вот такие вот неплохие бонусы. Я уже активировал данный промокод, и повторно его уже активировать не могу. Помимо бесплатной випки, также вплоть до пятого уровня на ваш аккаунт будут поступать деньги за достижение каждого нового уровня, что также, я думаю, определённо не будет лишним. Давайте попробуем. Возьму себе набор профессионала за 500 дипишек, 20 дней випки, 50 дипишек нам ещё кэшбэкнется, права на авто, мотоцикл и грузовые. Ну и так ещё 35 тысяч. Давайте берём всё. 50 дипишек нам сразу обратно вернулось. Бабки на аккаунт мгновенно начислились, и вот эта вот випка стакнулась с нашей, которая у нас была, и теперь у нас суммарно випки на 30 дней. 10 дней мы получили бесплатно, и 20 дней от данного набора. Нормально, я не думал, что они будут стакаться. Ну и оставшуюся сумму дипишек прямо сейчас давайте просто приведём в бабки, и получим 55 тысяч. Всё, конвертируем. Нормально, итого давайте смотрим. 91 тысяча на нашем аккаунте, что определённо довольно-таки недурно для старта. Випка на 30 дней. Из самых главных бонусов, пособие по безработице нам каждый по идей будет капать в 2 раза больше, опыт наш уровень качается в 2 раза быстрее. Меньше голодаем, быстрее лечимся. Получаем множитель от колеса удачи, очень важная штука. Ну а также имеем скидку на создание объявлений на Favita. В общем, прям-таки на самом деле хорошие бонусы. И поймая всего этого, в нашем аккаунте ещё также есть лицензии. Права на управление мотоциклом, легком автомобилем, ну а также грузовым транспортом. Касаемо автошколы, можно уже не париться. Ну и что ж, давайте потихоньку выбираться из этого бомжатника. Местный арендодатель. Так, мне, пожалуйста, вот Fagio арендуем, отдадим 100 баксов. Так, с телефона, так понимаю, у нас есть по дефолту, это хорошо, заходим давайте сразу в навигатор. Мэрия. Так, Мэрия Лос-Антоса, нам сюда. Первым делом, само собой, нам необходимо сделать документы, то есть паспорт. Так, всё, к Мэрии прибыли, спускаемся вон туда. Тек-тек-тек-тек, фото на документы, мне сюда. Сделать фото. Так, давайте. Давайте эмоции, так, оп, 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 всё, вот так вот. Такс, ну и что ж, по деньгам у меня сейчас 91 тысяча, я планирую за эти деньги купить себе дом, машину, ну а также какую-то более-менее хорошую одёжку. Шмотки у нас сейчас, конечно, максимально дефолтные. Направимся сейчас давайте к ближайшему банку, чтобы выполнить баланс нашего мобильника. Так, забегаем давайте внутрь. Так, поверить счёт, пополнить, оплата и переводы, оплатить телефон. Ну, баксов 500, я думаю, вполне хватит. Всё, мобильник пополнили, теперь благодаря этому мы можем писать смски, но также звонить другим игрокам и с ними о чём-либо договариваться. Заходим давайте на телефон и далее вот сюда, на 5Vita. Это доска объявлений, где игроки выставляют на продажу свои автомобили, дома, вещи, различные предметы и много-много другое. Из самого такого последнего, что выставили, вон, дом 1244-й, напротив почты, ремонт есть, хорошее предложение, хорошее. Учитывая то, что почта очень такое прям востребованное место, давайте посмотрим, да и вправду, местоположение вот прям возле почты. В целом, моих денег мне как раз таки ровно хватает, чтобы купить его дом. Правда, в таком случае, я далее не смогу себе купить тачку, ну а также какую-либо одежду. Оп, пайды, благодаря випке, получили пособие по безработице, ну а также дополнительный опыт. Ещё один такой пайды, мы уже вот достигнем второго уровня. Так, он ещё немного скинул цену, уже за 85 отдаёт, давайте прямо сейчас позвоню владельцу этого дома и попробую с ним ещё немного поторговаться. В идеале, конечно, взять бы его дом где-то за 70. Алло, здравствуйте, добрый день. Алло, да, привет. Такой вопрос, а вы бы не смогли бы выставить свой дом за 70? Прямо сейчас бы забрал, просто это вот все деньги, которые я могу... Не, 75 край. Блин, дружище, вот прям не могу вообще, вот 70 прям впритык вот. Ну ладно, давай, хорошо. Давай. Вот это я понимаю, человек пошёл навстречу, прям неплохо так, давайте, хорошо, сейчас я его дом заберу. Ждём, давайте, ждём, сейчас он отредактирует цену. О, всё, так куда? Сюда купить за 70. Покупки на Fai Vita доступны со второго уровня, ё-моё! Да, вот этого я не предугадал. Дружище, привет, смотри, такой момент, у меня через пайдэй будет второй уровень, ты сможешь домик придержать, пока что его убрать с продажи, а я тебе через час за него 72 дам. Давай, хорошо. Давай. Так, ну хорошо, нам получается нужно отыграть один пайдэй, чтобы далее забрать его хату. Так, быстрее, вот ещё какой-то домик за 40 тысяч, цена неплохая, вон, почти по годски его дают. Тот дом у почты, я так понимаю, да, человек с продажи снял. Прибыл к тому самому месту, где, по идее, нам должны будут продать дом. Почилю пока в АФК, подожду следующего пайдэя, получу свой второй уровень, позвоню этому человеку и далее выкуплю его домик. Такс, гроза, дождь, погодка, конечно, вообще нелётная. Сейчас ожидаю пайдэя, вот-вот он сейчас будет. Давайте заранее, наверное, прозвоню данному игроку. Так, недавний разговор, вот его номер, давайте звоним. Странно, пока что не отвечает. Да, перезвоню тогда чуть позже. Всё, получили пособие по безработице, но тоже ещё бонусом полторы тысячи. Вы получите бонус за промокод при достижении второго уровня. То, о чем я говорил в начале этого видеоролика. Хорошо, полторашка, но определённо лишней не будет. Второй уровень у нас есть, самое главное, теперь мы можем покупать на Файвита. За последний час на Файвита выставили ещё один домик за 90 тысяч, также, я так понимаю, находится возле почты. Ну да, здесь поблизости. На крайняк, если этот игрок нам так и не ответит, буду договариваться с тем. О, перезванивает. Алло, алло, я готов, если что. Мне 72К выставляют. 72, угу, давай. Так, хорошо, обновляем Файвита, вот он выставил данный дом, сразу моментально, давайте... Чего? Боже мой, я забыл, деньги на банке нужно иметь. Я надеюсь, дом никто не забрал. Блин, что за погода, это вообще жесть. Так, хорошо, давайте пополняем наш банковский счёт на 91 тысячу. Всё, подтверждаем. Так, вот его дом. Всё, успешно забрали. Для того, по деньгам на аккаунте у нас осталось, вон, 20 тысяч. Заценим, давайте, наше новое жильё. Посмотрим, что там по мебели. Так, вот этот вот домик получается теперь наш. Забегаем вот так вот по лестнице. Вот, собственно, и вход. Владелец Лео Монтера, налог 55 долларов, госсона 70 тысяч. Хорошо. Ну, по мебели я вот так вот бегаю, вроде как, да, ничего нету. В целом, само собой, не критично, учитывая то, где мы взяли данный дом и по какой цене. Благодаря дому, теперь у нас появилось парковочное место. Теперь мы можем купить себе машину. А так, если что, даже не имея квартиры либо дома, имейте в виду то, что парковочное место можно купить. Стоит, ну, ну, 80 баксов. Довольно-таки недорого. Прямо вот у нашего дома, вон, тут, скажем, через дорогу, находится классический автосалон. Из такого, что я порекомендовал бы покупать как первый автомобиль, мой вот парень лично совет, покупайте автомобиль из вот бренда Шевал Пикадор. А вот такая вот тачка. По соотношению цена-качество, для новичка это просто мега-топовая тачка, учитывая её характеристики, ну, а также довольно-таки вместимый багажник. 90 килограмм. Единственное, у этого автосалона наценка, какая-то дополнительная настоящая цена этого Пикадора 17 тысяч. По-хорошему, давай сейчас быстренько пробегусь вот до другого автосалона. Так, ну всё, буквально вот за 2 минутки добежали. Люксари Аутос. Так, давайте спускаемся вниз, также вот Шевал, так, автомобиль, вот, Пикадор 17 тысяч, вот уже, вот, другое дело. И здесь мы можем выбрать цвет, прежде чем купить данный автомобиль. Выберем, давайте, вот такой вот благородный белый цвет. Оплачивать будем картой. Так, вы подтверждаете покупку Шевал Пикадора за 17 тысяч? Конечно, подтверждаю, всё. Поздравляем с покупкой, не забудьте купить номера для вашего транспорта. Вот она, вот она наша первая тачка. Бензобак здесь на 110 литров, расходуется топливо довольно-таки экономно. Итого, на нашем аккаунте осталось 1000 баксов чисто наличкой и 2800 ещё на банке. Осталось по-хорошему ещё немного приодеться. Не, ну тачка определённо довольно-таки топовая, всем непременно советую. Подъехал сейчас к магазину одежды и сразу касаемо них. Лично, парни, моё мнение, покупать одежду гораздо выгоднее можно именно на 5 Вита. Как правило, многие шмотки на 5 Вита продают гораздо дешевле, нежели госцена. То есть, если в магазине одежды, вот, допустим, люкс, такие вот брюки стоят 550 тысяч, на 5 Вита их можно вот прямо сейчас купить за 170. Допустим, вот, также джемпер на молнии, стон Айсланд, продаётся в магазине одежды за 950 тысяч, когда у игрока его можно забрать за 590. Само собой, да, такие дорогущие шмотки мы пока что себе позволить не можем, поэтому давайте заходим в раздел одежды и аксессуары, делаем сортировать, подавать его сначала подешевле. И здесь уже вот шмотки, которые мы, в принципе, себе можем позволить. Шорты хулигана. Стоят 500 баксов, когда в магазине одежды они 700. Жилет с цепочкой продают за 1000 баксов, когда в магазине он, вон, 7000. Продают его, вот, получается в 7 раз дешевле. Какой-то, вон, шлем выставили за 500 баксов, стоимость 2500. Давайте возьмём, почему бы и нет, попробуем. Возьмём также, давайте, вот такой вот жилет с цепочкой, почему бы и нет. Ну и так, чисто на сдачу, давайте возьмём, вон, шорты хулигана. 500 баксов, забираем. Всё это добро, которое мы сейчас закупили, нам необходимо далее забрать на почте. Прибыли на почту, так, получение писем. Забираем наши шорты, забираем наш жилет, ну, а также наш шлем. Сразу давайте быстренько приоденемся, накидываем вон шорты. Вот такая вот жилетка. И, напоследок, вот такой вот шлем. Во! Ну, по-хорошему, сверху этой жилетки что-то надо бы ещё купить. Это так выглядит, ну, как-то так себе. Пока вот погоняем в футболке. Так, с этого у нас ещё 1800 баксов по деньгам. Возьму себе сейчас похавать на будущее, вон, не знаю, 5 порций рагу. И голод хорошо повышает, и настроение. Опа, что-то выбросили кроссовки скейтерские. Игроки до 5 уровня не могут поднимать одежду, ну, ладно. Капец, ну, от почты и вправду он 100 метров расстояния. Всё, паркуем наш автомобиль, глушим и обязательно его закрываем. Ну и что ж, братцы, давайте подведём итоги. Закинув 1000 рублей на данный аккаунт, мы себе купили стартовый набор профессионала, благодаря которому получили дополнительно 20 дней випки. Итого, суммарно, учитывая ещё бонус нашего промокода, наша випка будет действовать целый месяц. Поима дополнительных дней данной випки, в этом наборе мы также ещё получили лицензию на авто, лицензию на мото, ну, а также на грузовые транспортные средства. Конвертируя далее оставшиеся все наши дипишки в игровую валюту, мы суммарно получили 90 тысяч, благодаря которым купили себе дом, который находится прямо у почты, ну, а также неплохую тачку для старта. Поима дома и тачки, мы ещё немного так задарились различными шмотками. Купили себе шорты, жилет с цепочкой какой-то с премиум магазина, ну, а также вот такой вот довольно-таки мощный шлем. По деньгам на аккаунте у нас осталось чуть более 1000 баксов, этого как раз таки хватит на различные мелкие расходы, по типу оплаты налогов за дом, заправка нашего автомобиля, ну, а также покупка элементарной еды. Если, дорогие друзья, данный видеоролик вам понравился, и в будущем вы желаете увидеть нечто подобное, только уже, само собой, с более большей суммой доната, давайте в таком случае постараемся на этом видеоролике набрать максимальную активность. Достаточно просто поставить лайк, ну и самое главное, подписаться на канал, если же вы ещё подписаны. На этом же, в принципе, всё, всем желаю удачи!